Обзор видеокарты Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 1050 G1 Gaming Привет друзья, с вами сегодня EZSmart и в этом видео мы рассмотрим обзор нашей видеокарты. Это у нас Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 1050 G1 Gaming. Эту видеокарту я купил перед Новым Годом, со скидкой, сгодится для игр. Мне нужно заменить видеокарту, которая у меня установлена, и мы сейчас рассмотрим, что за это у нас видеокарта. Продавец магазина мне сказал, что эта видеокарта осталась последней, на прилавке. Я не хотел покупать на прилавке, но продавец убедил меня, говорит, эта видеокарта всего лишь два дня стояла. У них также есть в других магазинах, но было далеко и было поздно уже. Я возвращался с работы, уставший, я решил купить эту видеокарту, цена его 10 000 рублей. Купил его со скидкой, 14% скидка была на эту видеокарту, как будто бы здесь глаз трансформера G1 Gaming. Именно здесь разгонный потенциал есть у этой видеокарты, поэтому я решил его купить. Здесь у нас RGB Spectrum, WinForce, OS Edition, 2 гигабайта GDDR5. DirectX12 поддерживает, что отлично, я хотел видеокарту. Моя видеокарта старая, она довольно старая, ему уже 5 лет. 5 лет у меня AMD Radeon HD6770, поэтому я хотел бы его обновить на эту видеокарту. Я решил купить эту видеокарту. Что у нас здесь? Здесь у нас серийные номера. Посмотрим сверху. Здесь у нас сверху ничего нету. С обратной стороны. Здесь у нас два вентилятора. Используются видеокарты GTX 1050, 2 гигабайта, полная поддержка Microsoft. DirectX12 и OpenGL 4.5. Здесь у нас QR-код. Гарантию на эту видеокарту мне дали 3 года, что отлично. Вот такая красивая черная коробка у нас внутри. Мы обнаружили коробку из плотного картона. G1 Gaming. Как красиво эта коробка выглядит. Откроем нашу коробочку. Просто черная коробочка. Ничего примечательного. Открываем нашу коробочку. И что у нас здесь? Надежности добавляет и вспененная форма, в которой надежно зафиксирована наша видеокарта. Кроме того, здесь мы видим наличие антистатического пакета. Давайте извлечем нашу видеокарту. Вот такая у нас видеокарта в антистатическом пакете. Давайте теперь мы уберем этот наш поролон. Вот такой у нас поролон. И что у нас здесь? Здесь у нас инструкция. Документация. Это наша с диском. Вот такая документация. Убираем. И у нас здесь диск с драйверами. Также здесь программное обеспечение присутствует для разгона. Теперь откроем нашу видеокарту и посмотрим на нашу видеокарту. Вот такая у нас видеокарта, друзья. Как же он красиво выглядит. Ух ты. Отличная видеокарта. Пусть видеокарта и недорогая, но это никак не отражается на внешнем виде. Устройство смотрится ярко, стильно. Достигает это за счет детализированного кожуха и металлической пластины, а также благодаря сочетанию оранжевого с черным. Все разъемы защищены черными пластиковыми колпачками на торце, ориентированном к материнской плате. Можно отметить лишь декоративную оранжевую полоску. А вот со стороны, которая выходит на боковую панель корпуса, вы обнаружите две зоны. С настраиваемой RGB подсветкой. Нужный цвет или эффект задаются через утилиту. Extreme Gaming Engine. Также для подключения дополнительного питания на печатной плате имеется коннектор на 6 пина. Минимально рекомендуемая мощность блока питания составляет 300 ватт. Для придания видеокарте большей выразительности в плане дизайна. Кожух снабжен всевозможными углублениями и вырезами. Интерфейсная панель лишена аналоговых выходов и довольствуется только цифровыми выходами, среди которых 3 HDMI, DisplayPort и DVI-D. При возможности одновременного подключения четырех мониторов посредством любых из приведенных интерфейсов. Это плохие новости для владельцев мониторов с VGA-разъемами. Поддержка стандартов DirectX 12 OpenGL 4.5. Технологический процесс 14 нанометров. Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1050 G1 Gaming станет настоящим спасением, если вы хотите наделить обычный ПК свойствами игрового аппарата. Она подойдет для усовершенствования простых компьютеров, оборудованных маломощными блоками питания, обеспечив безболезненный переход. Подключение видеокарты происходит через PSI Express 3.0. Спецификации видеопамяти GDDR5 представлены ее объемом 2 ГБ, а также разрядную стешенностью 28 бит. Работа видеопроцессора наблюдается в диапазоне 1417 МГц, 1556 МГц. Что гарантирует хорошую отдачу. Стоит отметить наличие двух установленных вентиляторов, составляющих самостоятельную систему охлаждения видеокарты. Эта видеокарта довольно тихая, и его практически не слышно. Является самой недорогой представительницей архитектуры Pascal. Именно такие видеокарты будут востребованы у населения. Рассматриваемая модель конкурирует с RX 460, который выпускается с разными объемами памяти, 2,4 ГБ. Несмотря на это, RX 460 предъявляет более высокие требования к блоку питания. Единственный нюанс, который может отпугнуть от будущего апгрейда, это поддержка только цифровых интерфейсов для подключения монитора. VGA разъема в нем просто нету. Как бы то ни было, а в паре с процессором Intel Core i3, самой бюджетной материнской платой и блоком питания на 300 Вт, покупатель может рассчитывать на достойный уровень FPS при Full HD разрешении. А это согласитесь, друзья, это уже не мало. В числе прочих выделяется G1 Gaming, который предоставляет собой компромисс между бюджетной линейкой и более продвинутый Extreme Gaming. Таким образом, компания старается охватить как можно больше круг покупателей, предлагая в пределах одного графического чипа массу моделей. Несмотря на то, что видеокарты стали и стали греться меньше, система охлаждения по-прежнему остается в приоритете. Производители сосредоточились на улучшении шумовых характеристик, и во многих моделях присутствует полупассивный режим, когда при малых нагрузках вентилятор прекращает вращение. Графический ускоритель Gigabyte GTX 1050 G1 Gaming также снабжен этой опцией. В центре расположен графический процессор GP107, выполненный по техпроцессор 14 нанометров. Данный GPU включает в себя 640 шейдерных процессоров, 40 блоков текстуризации и 32 блока растеризации. В режиме покоя температура опустилась до 41 градуса, а под нагрузкой не превысила 62 градуса. Что же до уровня шума, то при малых нагрузках видеокарта останавливает вентиляторы и не издает ни звука. Под нагрузкой ситуация не меняется, видеокарта работает абсолютно тихо. Кроме того, никаких посторонних шумов наподобие писка дросселей выявлено не было. Заслуга здесь не только в эффективности системы охлаждения Windforce, но также в очень низком потреблении и нагреве со стороны графического чипа. Несмотря на более высокую стоимость по сравнению с другими моделями на базе такого же чипа, рассматриваемая видеокарта G1 Gaming обладает рядом преимуществ. В наиболее бюджетных версиях охлаждения организована в виде алюминиевого брусочка, который продувается одним вентилятором. Такое подобие радиатора контактирует только с ГПУ, а чипы памяти и силовые транзисторы терпеливо ожидают воздушного потока от единственного вентилятора. Усугубляется положение и то, что в бюджетных сборках используются тесные корпуса с ограниченными возможностями по установке охлаждения. Таким образом, при продолжительных нагрузках горячий воздух будет скапливаться внутри и температура комплектующих заметно вырастет. Говорить о разгоне на постоянной основе при такой сценарии и вовсе не приходится. К безусловным плюсам нашей видеокарты можно добавить и тихую работу при полной нагрузке, чего будут лишены самые недорогие модели GTX 1050. Еще одним камнем преткновения становится ограничение объема памяти в 2 ГБ, ведь по нынешним меркам в 2018 году 2 ГБ совсем мало, нам бы лучше 4 ГБ памяти было бы. Но это бюджетный класс и эта видеокарта 2 ГБ на средних высоких настройках можно играть в игры. Минимальная частота работы видеочипа 1417 МГц. Турбо-частота 1556 МГц. Количество универсальных процессоров 640. Число текстурных блоков у нас 40. Число блоков растеризации 32. Версии шейдеров 5.0. Эффективная частота памяти 7008 МГц. Максимальная пропускная способность памяти 112,128 ГБ в секунду. Максимальное разрешение 7680 на 4320. Максимальное энергопотребление 75 Вт. Количество занимаемых слотов расширения. Два слота он у нас занимает. Длина видеокарты 219 мм. Толщина видеокарты 40 мм. Плюсы. Дизайн внешний вид. Наличие заводского разгона. Хорошие показатели при разгоне вручную. Настраиваемая RGB подсветка. Малое потребление и низкое потребление к мощности блоки питания. Высокая эффективность системы охлаждения. Абсолютно тихая в простой поднагрузке и даже в разгоне. Удобное фирменное программное обеспечение. Extreme Gaming Engine. Какие же минусы этой видеокарты? Более высокая цена по сравнению с простыми версиями. Цена конечно у меня досталась со скидкой 14%. Но все равно цена все таки высокая. А второй минус этой видеокарты то что у него нету разъема VGA. Десап. Подпишись. Подпишись. Мой друг на мой канал ты подпишись. И поставь ты мне лайк. Если видео тебе понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok